Здравствуйте, уважаемые стрельцы! Поздравляю вас с днями рождения, дорогие! Будьте счастливы! Общий астрологический прогноз на декабрь 2019 года. Это общий прогноз, дорогие, поэтому для всех для вас он проиграется по-разному, но в общем и целом должна вам сказать, что месяц очень-очень денежный, поэтому вопросы денег будут на повестке дня. Я желаю, чтобы подарки на ваши дни рождения были ценными для вас и значимыми, если вы желаете в прямом смысле, чтобы вам дарили деньги, пусть так и будет. Уже 2 декабря Юпитер в вашем денежном доме в знаке себя как озерок, и он будет здесь не только весь месяц декабрь, но и весь следующий 20-й год, дорогие мои стрельцы. Весь 20-й год для вас знаменуется собой деньгами, приходом денег в вашу жизнь, потому что ваш управитель Юпитер в вашем втором денежном доме должен расширить ваш кошелек. Конечно, все зависит от вас, смотря сколько усилий вы предпримите до того и после того. Декабрь будет очень важной точкой, я бы даже сказала, целый декабрь, потому что кроме того, что в Козероге Юпитер, в Козероге и солнечное затмение, уже в конце декабря, 26 декабря, отсюда можно сделать вывод, вне зависимости от того, какие шаги вы предпринимали относительно ваших финансов, какие будете предпринимать, какие последствия это имеет. Что-то еще вам внесет поправку судьба, скажу это так. Возможно, к примеру, вы поменяете работу, и это случится вне зависимости от вас, но будет предложена большая зарплата на новой работе, чем вы ожидали. Либо на вашей текущей работе поменяется начальник и станет платить вам больше. Если вы сами на себя работаете, у вас увеличение доходов, но что-то повлияет независимое от вас. К примеру, это какие-то процессы политические, либо социальные. Может быть, к примеру, вопросы миграции повлияют, когда окажут воздействие на ваш бизнес люди, которые будут приезжать из-за границы. Может быть, в качестве паломников, может быть, в качестве работников, может быть, еще по каким-то другим причинам. Может быть, кто-то учиться едет в тот город, к примеру, где вы работаете, а вы продаете книги, может быть, словари, и резко скупят все, что у вас есть. Ваши услуги будут востребованы в любом случае в декабре. Что бы вы ни делали, какой бы доход у вас ни был, Юпитер во втором доме дает вам расширение дохода. Также это расширение миропонимания через то, что вы осознаете себя частью мира. Это любовь к себе. В декабре вы будете любить себя больше, дорогие мои стрельцы. И правильно, ведь ваши дни рождения, ведь ваше солнышко сияет очень-очень ярко. Кроме того, в вашем первом доме Меркурий 9 декабря, что знаменует собой факт вашего омоложения, вашего облагораживания. Ваш язык становится более острым, ваше тело становится более подвижным, кожа более упругая. Вы выглядите как молодой человек, сколько бы вам ни было лет. Вы выглядите, я бы даже сказала так, в некоторой степени андрогинно. То есть вы можете принимать на себя любую роль, одевать любую маску и мальчика, и девочки, и мужчины, и женщины, и строгого, и веселого, и беззаботного, и архи-сверхответственного. Это возможность вам примерять на себя разные маски и делать это легко. В любом случае это будет нравиться, делать это играючи, улыбаясь. Словно бы быть в первом роде, в первом значении своем, но в то же время видеть свою многогранность. Вы остаетесь собой и при этом раскрываете свою многовариантность и возможность быть кем угодно, по сути. Полнолуние, 12 декабря, знак из Диака, близнецы. Это ваш седьмой дом, дом партнера. Поэтому у кого-то из вас решаются, кроме вопросов финансовых, вопросы любовные. Возможно, это все связано. И вопросы финансов, это приход денег, к примеру, от вашего супруга, либо вашей супруги. Возможно, это у них меняется статус, меняется должность, меняется работа, повышение, либо какие-то другие вопросы. Может быть, ваш супруг находит дополнительный источник дохода. Но в любом случае отношения от этого также претерпевают изменения. В первую очередь главную роль будут играть деньги у вас в декабре. На втором плане будут отношения, но они будут не менее значимы. Они будут словно бы фон, словно бы душа ваша. Скорее всего, ваша социальная деятельность будет связана с финансами. А дома вы будете погружены в вопросы взаимоотношений с близкими людьми, главным образом с партнером. По полнолунию в седьмом доме кто-то разводится, у кого-то развод и раздел имущества, может быть, поэтому вопросы денег. Кто-то, наоборот, выходит замуж или женится по полнолунию в седьмом доме. И общий совместный капитал, может быть, это вопросы юридического характера. Кто-то получает наследство, кто-то получает субсидию, кто-то, если, например, вы безработный и не можете найти работу, то это выплата пособия по безработице. Может быть, какие-то алименты к вам приходят, какие-то суды иные, может быть, не платили вам долго, задерживали зарплату. Кстати, тоже может быть в таком случае выплата зарплаты в районе 12 декабря у вас, либо у вашего мужа, либо у другого значительного человека в вашей жизни. Если вы не в отношениях, если вы еще юный стрелец, то это вопросы друзей. Может быть, вам друг поможет, к примеру, финансово. Может быть, вы с другом что-то организуете, какое-то мероприятие, какое-то хобби, какую-то игру. И это очень вероятно, потому что кроме того, что 12 числа полнолуния, полнолуние 16 числа становится директным планетой двойственности Херон в вашем пятом доме. А это дом возлюбленных друзей, любимых, игр, хобби, отдыха и детей. Поэтому двойная энергетика в этом доме знаменует собой факт того, что у вас может появиться сразу два поклонника, сразу два ухажера, либо две девушки вам будут нравиться. Может быть, это две игры, в которые вы играете в какой-то степени, в какой-то мере, от того, что в прямом смысле вы играете в какую-то игру на телефоне, до того, что вы играете по жизни в какую-то игру, затея или какой-то азарт, вплоть до бизнеса, до какой-то важной сделки, достаточно рискованной. Кроме того, Херон в пятом доме – это прекрасная возможность зачать близнецов для тех, кто хочет, или у вас появляется второй ребенок и становится двое. То есть это двойня и двойственность во всем, что может касаться игр, игры. Жизнь как игра может вами восприниматься, и вы будете замечать, что эта игра двойственная, когда вам нужно менять маски, то, о чем я вам говорила. То у вас маска трагедии, то у вас маска комедии, но при этом вы помните, кто вы есть на самом деле, и очень умело меняете эти маски. Может быть, в социуме вы одеваете маску весельчака, шута, игривую маску, а дома почему-то маску трагическую, и вы понимаете, что что-то вас вынуждает это делать, но в целом вы остаетесь собой. Здесь игра, главное слово, игра, азарт, риск, проба. Кто-то попробует зарабатывать за своим хобби, кто-то впервые выступит на сцене в районе 12-16 число, кто-то сыграет, может быть, в лотерею решитесь сыграть. Возможен даже и выигрыш, дорогие мои стрельцы. Венера в вашем третьем доме 20 декабря – это знакомство, это легкое общение, это снова такие вопросы денег. Но в данном случае это скорее подаренные ценности от друзей, от близких, от коллег, от соседей. Может быть, вам подарят какой-то гаджет, даже, может быть, какую-то технику подарят. В таком вот самом классном случае, таком глобальном, подарят вам какую-то машину, может быть, посудомоечную, может быть, автомобиль. Возможно, подарок гаджета какого-то. А может быть, это подарок по близнецам, давайте возьмем, двойственное что-то, сережки, к примеру, вам подарят. Либо, не знаю, какие-то украшения парные, двойные, кольца, что-то в этом роде возможно. Но и дальше, самое главное, солнечное затмение 26 декабря. 22 декабря солнце в знаке зодиака Козерог в вашем втором доме, солнечное затмение тут же в вашем втором доме, и Меркурий в вашем втором доме 29 декабря. Это все то, о чем я начинала. Юпитер в вашем втором доме также. То есть, планета большого счастья, а также солнце и солнечное затмение, а также Меркурий, переносящий деньги, в вашем втором доме в декабре. Это очень денежное время для вас, дорогие стрельцы. Вы все в разных ситуациях, в очень разных. И я могла бы бесконечно перечислять эти возможности. Но так как я знаю свою ответственность и знаю, что прогноз в некоторой степени программа и программирование, я даю вам положительную программу и положительное программирование. А дальше все в ваших руках. Я сейчас не скажу вам, что может произойти плохого в связи с деньгами. Скажу вам, что может произойти хорошего. Но если вы чувствуете, что вас ждет что-то нехорошее, то, как вы понимаете, это общий прогноз, он не повлияет на вас положительно. Однако положительно действительно может поиграться такой транзит, как приход денег из неожиданных новых источников. Это деньги, которые вы зарабатываете. Это деньги, которые не падают с неба просто так, но они заработаны. Возможно, они заработаны вами косвенно. То есть непосредственно вы батрачите где-то на работе сутки-трое пашите, не продыхая, поэтому у вас есть деньги. Возможно, это ваш муж так работает, но вы тоже не сидите сложа руки, вы обеспечиваете его быт, поэтому деньги приходят и вам. Либо ваш ребенок работает на какой-то престижной классной работе, а вы вот помогаете ему, например, дома, приходите к нему, готовите кушать, и он вот вам будет давать эти деньги. Может быть, для вас это будет странно, к примеру, такой приход денег, либо иной подобный приход денег. Но вы обнаружите тот факт, что деньги к вам приходят через любовь, через то, что вы кого-то любите. И разрушайте рамки, разрушайте стереотипы. Не бойтесь быть на попечении у кого-то в случае, если вы этому кому-то действительно помогаете существенно. В том случае, когда вы в глубине души понимаете, что вам нужно взять деньги, но не отнекивайтесь от них. Потому что единственное, что может вам мешать вашей прибыли в декабре, это ваши собственные внутренние ограничения. Когда вы думаете, что по какой-то причине не имеете права брать эти деньги, либо брать такой дорогой подарок. Вот здесь может быть такая история, например, у девушки, девушка, за которой ухаживает молодой человек, почему-то не берет, думает, ой, такой большой подарок, я не могу, ведь мне нужно будет чем-то расплачиваться, наверное, за этот подарок. Ну, в таком случае лайфхак, мои дорогие стрельцы, вы сразу расставьте все точки над «и». Вам дарят подарок, вам дарят деньги, но вы сразу скажите, это подарок, или мне нужно будет чем-то расплатиться за этот подарок. То есть вы должны понимать, что здесь очень важно договоренности. И договоренность должна базироваться, снова-таки по второму дому, на вашей собственной самоценности, на вашей собственной самооценке. Поэтому чем больше вы любите себя, тем больше у вас права, разрешения, позволения принимать дары этого мира, как дары в виде денег от других людей, так и иные дары, приходящие в вашу жизнь. Возможно, вам судьба подарит шанс перейти на новую работу, высокооплачиваемую. Вам важно не зажаться, не принизить себя, не сказать, что «ой, я, кажется, не справлюсь с этим». Нет, поверьте в себя, пойдите в это, решитесь на это. И пусть судьба вам дарит самые лучшие подарки на ваши дни рождения, на ваш Новый год и на Новый год, который календарный. Дорогие мои стрельцы, посмотрите все видео, которые вы сейчас видите на своем экране. Они очень полезны для вас. Желаю вам чудесных новогодних праздников, счастливого Рождества и Нового года. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok